МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Итак, прежде всего вернемся в год прошлый, год назад. Уже провели, да, Великий бой на Великом Алтае, полный аншлаг в зале. Чем запомнится в этом году зрителям новая серия поединков? Я надеюсь, что зрителям запомнится прежде всего это главным боем, в котором примет участие наш земляк Дмитрий Сухоцкий. Дмитрий Сухоцкий уже известен нашему зрителю, и не только нашему, и в мире, и в России широко известен, как бы популярен. Он уже два раза в своей жизни претендовал на титул у чемпиона мира по WBA и по WBC. Но, к сожалению, оба раза были неудачными. В каких-то сил обстоятельствах, наверное, как бы не судьба. Сейчас мы поменяли весовую категорию. Раньше, что он боксировал в полутяжелые, в 79 килограмм. То есть, кстати, все удавалось доходить до титула чемпиона мира, до обязательного претендента и все такое остальное. Сейчас мы поменяли весовую категорию. Это весовая категория будет 76 килограмм. Титульный бой за звание чемпиона WBC СНГ и Славянских стран. Надеемся опять попасть в рейтинг WBC в тридцатку. Но, опять же, сейчас зрителям должен этот бой запомниться. Обязательно запомниться. Так как соперник у Дмитрия очень опасный. Это Аптик Устарханов из города Грозного. Боксер, который за собой уже имеет 12 боев в своем арсенале. И всего одно поражение. Он молодой. Он очень упорный, долго готовился. Так как мы за этот бой договорились уже за 3 месяца до турнира. Времени для подготовки было более чем достаточно. Сейчас посмотрим. Это для Дмитрия переломный момент в карьере. Если сейчас выиграет, то имеет смысл дальше все делать. Если нет, то нет. Как говорится, там дальше видно будет. Давайте тогда, если мы перешли к персоналям, давайте еще объясним нашим телезрителям, что можно сказать о других участниках. Поединка. В андеркарте турнира также пройдут еще 4 пары боксеров в ринг. Здесь нужно тоже очень зрелищные поединки состояться. Мы надеемся, так как мы со своей стороны привлекаем сейчас, дебютируем двух боксеров. Это в 57 килограмм и в 76 килограмм. В 76 килограмм это выйдет Александр Руднев против нашего Карена Витисяна. Александр Руднев – это боксер из города Томска. Очень перспективный, ему 20 лет. Мы надеемся, что он выступит хорошо. Неважно, он выиграет или проиграет этот бой. Так как Карена Витисян очень опытный боксер, профессионал наш местный. Мы, так или иначе, он все равно будет боксировать за Федерацию профессионального бокса Алтайского края и за промоутерскую компанию «Сибирь Промоушен». И также в 57 килограмм тоже будет Боро Эрдынеев, любитель боксера, который переходит в профессионалы из города Новосибирска. То есть это первый его бой будет? Да, это первый. И первый его бой, что у Руднева, что у Эрдынеева. Он будет боксировать с нашим Махиром Пашаевым. То есть здесь это будет такой тоже показательный бой для Махира и для Эрдынеева. То есть вот эти два боксера, Руднев и Эрдынеева, в дальнейшем будут боксировать за нас. То есть мы их возьмем на контракт, на соглашение. Ну, опять же, пока они себя проявят. То есть вы тоже будете смотреть, да? Да, мы будем смотреть и оценивать достойно. Дальше у них, как говорится, продвигать по рейтингу, по лестнице, по карьерной. А можно какие-то профессиональные секреты? Если боксер выиграл бой, промоутер может его не взять, несмотря на то, что он победил? Ну, конечно, а как? То есть и такое возможно? Да. Что касается вот этого матча, который нам предстоит, давайте объясним еще зрителям по поводу гостя нашего, которого мы ждем, который постоянно, можно сказать, что присутствует, да, на встречах, которые организуете вы, Николай Валуев. Что в программе его визита? Я знаю, что, по-моему, в прошлом году были встречи с спортсменами. Ну, да, здесь также встречи со спортсменами будут, встречи с нашими депутатами городской думы или краевой. То есть это у него будет такая же программа, как и обычно, для популяризации данного вида спорта и привлечения внимания. Какие-то автограф-сессии, я не знаю, поклонников где-то встретятся? Да, конечно, на турнире планируется провести автограф-сессии и фото-сессии. То есть там будет в турнире большой перерыв, около 15-20 минут, где каждый сможет сфотографироваться, ну, если успеет. Да, если займет очередь, если займет место. Мне еще хотелось бы дополнить по программе турнира самого. Мы рассказали о двух парах дебютных. Да, еще у нас Павел, тоже интереснейший поединок. Это Павел Мамонтов с Оскаром Роберто Медина. Как многие помнят, что год назад Медина проиграл Мамонтову. Да, это та самая пара, которая была у нас. Да, 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 очень такой бой был. Он упал во втором раунде, Медина восстановиться успел. И продолжил бой, и весь поединок провел на ногах, скажем так. Сейчас он загорелся реваншем. Вот он нас целый год осаждал, дайте реванш, дайте реванш. Ну, он говорит, ну, ладно, дайте реванш, пожалуйста, боксируйте. Он опять готовился там усиленно. И вот сейчас это 10-раундовый поединок будет рейтинговый, 10-раундовый поединок. Но это матч-реванш тоже. То есть я думаю, что зрителям этот турнир, думаю, заполнится, заполнится, запомнится очень сильно. Потому что пары подобраны здесь ровно 50 на 50. То есть там нету такого, что кто-то заведомо слабее или кто-то там должен проиграть. Здесь такого не будет. И также еще тоже у нас наш популярный бронусский боксер Артем Мерзликин. Он будет боксировать с Амаром Марбаевым в 6-раундовом поединке. Тоже очень упертый боец Марбаев. Так что для Артема, в общем, для наших боксеров это как всегда. Легко не будет. Да, легкого хлеба здесь не будет. Вышел по легкой прогулочке, такое не получится. Но несмотря на то, что говорят, что стены помогают, да? Ну да, помогают, но не всегда. Если брать... В профессиональном боксе не всегда не помогают. Вот, кстати, вы же организатор вот таких встреч, боксерских уже с опытом. Ваш отец, да, занимался организацией. Что изменилось вот с тех пор, сколько это 20 лет назад, да, и сейчас? Ну да, раньше это в 90-х годах у нас в Бурнуле проходили турниры по профессиональному боксу. У меня устраивал их отец, проводил, он был вице-президент Федерации профессионального бокса России. С тех времен, конечно, много изменилось. То есть и интернет, и Федерация профессионального бокса России стала там упорядочена все. То есть есть промоутеры, есть менеджеры, есть боксеры. То есть все это в интернете, есть база данных. То есть есть менеджеры, промоутеры, с кем можно работать по боксерам. То есть заниматься более широким подбором. И с нашей Федерацией профессионального бокса России, что немало важно, считается во всем мире в каждой Федерации. То есть основные и WBC, и WBA, и IBF, и ЕБУ. То есть все остальные признают нашу Федерацию. То есть мы можем защищать права боксера как и за границей, так и у себя в титульных боях. То есть имеем право проводить эти титульные бои. И вот сейчас мы проводим за титул ВБЦ СНГ и славянских стран. Честно говоря, на этот титул я потратил месяц, чтобы утвердить судей, чтобы дали санкцию на бой. То есть у нас было два варианта до этого, с двумя Федерациями, но мы получили там отказ. Ну, обоснованный, там не будем здесь это зрителю, нет, это чисто рабочие детали и моменты. Мы договорились за этот титул. То есть этот титул будет сейчас, который даст победителю попасть в рейтинг, в 30 сильнейших боксеров рейтинга WBC. Это одна из основных версий мировых, из престижнейших. Отличия, да, очень сильные. То есть за 25 лет у нас профессиональный бокс наш, благодаря работе промоутеров Федерации, профессионального бокса России, изменился до неузнаваемости, можно сказать, так вот, тавтологии. Ну, это мы увидим, по крайней мере, вот этот бой, который будет проходить у нас 27 ноября, сколько готовился? Три месяца. Три месяца. То есть переговоры, подтверждения, санкции, все остальное. Ну что ж, посмотрим результаты вашей работы, вот буквально через несколько дней, причем увидят все жители Алтайского края, Катун-24, организуют прямую трансляцию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Обязательно. Спасибо большое, Петр. Я напомню нашим телезрителям о том, как пройдет серия боксерских поединков «Великий бой» на Великом Алтае. Мы говорили с Петром Рубцовым. Он промоутер Федерации профессионального бокса Российской Федерации. До встречи. Продолжение следует.